Давайте же наконец посмотрим и проанализируем сложившуюся боевую обстановку в секторе газа к концу ноября. Но для начала хочу напомнить тебе, что при желании ты можешь поддержать мой канал небольшой копеечкой на бусте. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео, которые выходят на регулярной основе. К примеру, на днях я сделал обзор и рассказал о боевом пути словацких танков М55С, что стоят на вооружении украинской армии. Ссылки в описании под видео. Напомню, что Хамас 7 октября начал против Израиля военную операцию под названием «Буря-аль-Аксе». После чего Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе газа операцию «Железные мечи». По региону начали наноситься неизбирательные авиаудары. К середине ноября израильские подразделения отрезали город не только с юга, но и с запада. Наступление развивалось от прибрежной полосы вглубь городской застройки. Причем параллельно Израиль наращивал интенсивность рейдов и авиаударов также и на западном берегу реки Иордан. В самом городе Газа израильские подразделения штурмовали пустые административные здания и больницы с гражданским населением. Несмотря на заявления израильтян о полном военном крахе Хамас, палестинские формирования продолжали устраивать вылазки и атаковать наступающие подразделения, а также обстреливать израильские города. Всего Хамас признал потерю четырех командиров. Общие усилия Израиля сконцентрированы на пиар-победе и информационно-психологическом давлении на палестинцев. К концу ноября израильская армия обеспечила контроль над всеми правительственными зданиями, которые использовались Хамас до войны. Также стоит отметить, что из-за отсутствия у палестинцев каких-либо серьезных средств противовоздушной обороны, авиация стала чуть ли не решающим фактором израильских продвижений в городе. При этом говорить о полномасштабном восстании палестинского населения не приходится, и на это есть объективные причины. Прежде всего, дело в том, что в реальности палестинская народная администрация контролирует очень малую часть территории. Ряд районов фактически аннексированы Израилем и управляются им напрямую. Другие районы, формально находясь под управлением палестинской народной администрации, управляются израильскими военными и силовиками. 24 ноября было объявлено четырехдневное перемирие с целью обмена заложниками. Причем американцы делают все, чтобы увеличить срок этого перемирия, а по итогу как можно скорее затушить этот конфликт. Но все же Израиль исходит из того, что боевые действия против Хамас будут продолжаться по меньшей мере еще два месяца. Так и является ли данное перемирие первым шагом к окончанию войны? Пока что рано разделять такой оптимизм. И вот почему. Перемирие необходимо обеим сторонам для приведения в порядок собственных вооруженных формирований, изрядно потрепанных в ходе полуторамесячных боевых действий. Обе стороны не готовы к ведению долгосрочной войны без помощи со стороны. Просто напомню, большинство войн Израиля – это короткие по времени стычки. К сожалению, мирные граждане Палестины и Израиля сегодня выступают всего лишь разменной монетой, которую используют стороны для решения проблем в военной и политической сфере. Руководству Израиля война необходима, чтобы сохранить власть. Руководству Хамас также необходима война, но для того, чтобы втянуть в конфликт другие исламские государства, в первую очередь Иран. Более того, Хамас, видимо, поставил себе крайне амбициозную цель – это подрывать единство блока НАТО. Использует для этого Турцию как естественного союзника своей организации. Ни одна из сторон не скрывает, что после перемирия, как бы оно долго ни шло, конфликт затихать не будет. Хотя американцы делают все для этого. США крайне невыгодно крупная военная заварушка на Ближнем Востоке. Но все же вполне возможно, что перегруппировавшись, обе стороны усилят противостояние. Война разгорится с новой силой. В качестве объяснения перемирия Израиль заявляет, что ему очень важна каждая жизнь пленного. Однако до 24 ноября, когда шли чуть ли не ковровые бомбардировки газа, израильтяне о пленниках почему-то не задумывались. Гораздо логичней было бы стирать с лица земли город уже после того, как пленные будут обменены. Так почему же об обмене не говорили с самого начала войны? Израилю важно было, как можно скорее получить военное преимущество, чтобы разговаривать с позицией силы. А также, чтобы ошарашить противника и заставить его сдаться в первые дни. Но что-то пошло не по плану. Сейчас ни Израиль, ни Хамас даже не думают о прекращении войны. Израиль говорит о полном уничтожении противника, что, в принципе, невозможно хотя бы потому, что руководства Хамас нет в Газе. Израильтяне, уничтожая город, делают вид, что убивают саму организацию. Хотя на самом деле просто выгоняют население и освобождают территорию. Ну и крайне важно поговорить об экономике, как о главной составляющей любой войны. По данным из открытых источников, Израиль уже израсходовал на войну более 45 миллиардов долларов. Треть из этой суммы компенсировали Соединенные Штаты. Но Вашингтон не только взял на себя часть военных расходов Израиля, он активно помогает Цехал и в области разведки. Причем оккупация сектора Газа обходится в 250 миллионов долларов каждый день. Стоит отметить, что Израиль крайне плохо приспособлен к ведению долгой войны. Во-первых, потому что отсутствие стратегической глубины обороны фактически не оставляет шансов при крупномасштабном вторжении. Приходится адаптироваться и наносить превентивные удары даже по потенциальному противнику. Именно поэтому Израиль регулярно утюжит Сирию, Палестину, Ливан и Ирак. Во-вторых, есть некоторая особенность экономики. Точнее, военно-промышленного комплекса, который не может функционировать без поддержки Соединенных Штатов. Затянувшаяся зачистка газа от Хамас серьезно вредит экономике Израиля. Это связано и с тем, что никто не может спрогнозировать, что намерено делать правительство после победы. Если, конечно, победа вообще возможна в этом конфликте. Если рассматривается полная оккупация территории, то это грозит миллиардными тратами в будущем. Комфортный климат, открытость экономики и благоприятные условия для ведения бизнеса стали хорошей почвой для IT-стартапов со всего мира. Данная сфера стала ключевой в экономике Израиля. Если у вас экономика стоит на IT-стартапов, стоит быть готовым к их массовому бегству в случае войны. Сюда же стоит добавить надвигающийся кризис в туристическом бизнесе, а также 300 тысяч мобилизованных рабочих, что были вырваны из экономики. Насколько хватит прочности Израиля, покажет время и успехи в секторе газа. Ситуация очень похожа на тупиковую. Установить тотальный контроль над территорией Цахал не сможет. Зато спровоцирует беспрецедентное падение уровня жизни. По итогу подчеркну, что вместо быстрой победы война стала достаточно затяжной и затратной. Как ее закончить, пока не знает никто. Нужна победа, но она может достаться слишком высокой ценой. Сектор газа, похоже, будет методично и до основания разрушаться израильскими танками и самолетами. Сколько же миллиардов потребуется для сдерживания соседа и компенсации сопутствующего ущерба, посчитать невозможно. Хотя американцы, конечно же, помогут, но только лишь для удержания Израиля на плаву. Не забудь при желании поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео, которые не будут публиковаться на других платформах. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!